Всем привет! Это история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, дам комментарии. По ходу письма могу останавливаться. Если вам нравятся такие видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Буду очень за это признательна. Это помогает продвижению канала для новых подписчиков. Так что давайте приступим. Итак, Галина, добрый день! Я несколько лет назад уже писала вам письмо, и вы его даже зачитывали. Я очень благодарна. Та история давно в прошлом, но канал по-прежнему смотрю и люблю. В принципе, турецкие истории я для себя считала уже делом прошлым, но два года назад познакомилась с молодым человеком в тандеме приложения по изучению языков. Я учила турецкий по вялотекущему формату, иногда туда просто заходила. Он турок, преподаватель русского языка в военном институте, он тоже военный. И мне он тем и понравился, что очень отличался от очень чокгюзелевских мачо. Сдержанный, интеллигентный, образованный. Мы довольно плотно общались несколько месяцев, но летом встретились в Турции. Я на месяц приезжала. Он приезжал туда ко мне, я к нему, потом вместе путешествовали. Конечно, я влюбилась по самые уши. Ведь такого я давно не видела. Если сказал, то сделал. Если не уверен, то сделаю и не скажу. Хотя от него не было особо нежности, тепла, слов каких-то приятных. Ну, я это объясняла. Ну, он же военный. Он всегда говорил, что на иностранке жениться ему нельзя. А он всегда говорил, что на иностранке ему жениться нельзя. И что его жена – это работа. Классная отмазка, сразу вам скажу. Для людей, которые боятся тепла, эмоций, отношений. Нам надо на эту тему насчет него подумать. Потом я уехала, несмотря на боль, постепенно прекратила наше общение. Потому что мне надоело быть в позиции снизу перед человеком, которому ничего не надо. Его мотивы мне были непонятны тогда вообще. Он безэмоциональный. Спустя какое-то время общение у нашей ваз обновилось. Но оно было опять таким же ни о чем. Потом, полтора года, я от него бегала и отказывалась от всяких встреч. Также я избегала поездок в Турцию, так сказать ему «нет, я не могла». А встречаться я, честно говоря, не хотела. Потому что я знала, что чем это мне потом все обернется. И вот спустя полтора года от последней нашей встречи он уже приехал ко мне сам. Приехал на пять дней в Россию, из которых два дня провел у меня в моем маленьком городе. Он все такой же робот, как и был. Но я нет. И чувства во мне, конечно же, проснулись опять. Вот именно то, чего я и боялась. И от чего мы полтора года бегали, да? Конечно, он не обещал ничего. И, конечно же, его жена до сих пор – это его работа. И будущего, как я понимаю, там нет. А есть многолетний контракт с армией в его перспективах. Я не понимаю, просто вообще не понимаю, зачем все это тогда было. Но не видит он будущего, чувств не проявляет, о любви не говорит, ничего не обещает, с одной стороны. Но он мог провести все эти пять дней, например, в Москве. Там отлично потусить, там с кем-нибудь встретиться. Там куча вариантов, да? Но он бы мог и забыть меня тогда за эти полтора года. Но не забыл же и приехал. Значит, есть какие-то чувства или интерес. И вроде бы вопросики есть. И не объясняет он мне ничего. Вроде бы он говорит о том, что я цена для него. Но остальное его поведение говорит об обратном. Как в прошлый раз. Мне надоело разгадывать эти загадки и искать ответы на эти вопросы. Он мне лично в диалоге не объясняет ничего. А я, если честно, и смысла не вижу. Теперь я снова сижу и думаю. Ну, что мне теперь с этим делать? То ли снова от него бегать, то ли смириться со всем. И куда девать теперь эти чувства мои? Это как рана, которая начала заживать, а ее опять расчесали и ушли. И все снова, как сначала. Короче, бред. Буду рада, если дадите свой комментарий по этому поводу. Комментарий с удовольствием дам автору этого письма. Честно скажу, это была ваша как бы инициатива, идея. Вам хотелось расчесать эту рану. Вам хотелось попробовать, может быть, какие-то чувства. Может быть, он изменился. К сожалению, неприятная, назовем это, констатация фактов. Он такой же, как был раньше. Как робот, ничего не изменилось. Честно скажу, я вот, знаете, не хочу ничего плохого вам желать. Хочу только хорошего. Поэтому, честно скажу, принимайте таким, какой он есть. Вот эти полтора года показали. Ничего не поменялось. И вот я его немножко характеристику дам. Это человек, боящий... У всех есть эмоции. У всех. Вот пока ты чувствуешь, неважно, хорошая, плохая, либо эмоция, это показатель того, что ты жив. Что ты не робот, не психопат и не труп. Пока у нас есть эмоции, мы живем, это проявление, это наша жизнь. Наш мозг так устроен, что мы не можем ничего, эмоции не испытывать. И это не испытывают садисты и психопатические расстройства личности, когда есть. Это болячка в голове у человека, понимаете? Поэтому он не испытывает эмоции, эмпатии, переживаний. Готов всех убивать, кромсать, издеваться и так далее, да? Ты не робот, что у тебя не железячка в голове, да? Ты не труп, ты не умер. В любых других аспектах эмоции у всех есть. Вот и у вашего этого турка эмоции тоже есть. Но в силу своей травмированности, во-первых, вы его встретили в военном, неспроста идут в эту работу, безэмоциональную, четко по графику, по регламенту, по правилам. Поэтому он, как робот, уже и женился на своей работе. У него есть многолетний, знаете, какой безопасный от эмоций контракт с военными структурами страны. Это побег от эмоций. В силу жизненного опыта и ситуации, в которую он попадал, ему приходилось подавлять свои максимальные эмоции. Его научили этому делать или он научился подавлять их. Это обычное дело. И уже под эту шарманку он выбрал для себя профессию, будущее и так далее. У него, конечно же, к вам есть эмоции. У него есть чувства, которые для себя самого максимально подавляет и скрывает. Знаете почему? Когда ты с рождения практически, ну, не с осознанного возраста, осознанно подавляешь, учишься ничего не чувствовать, ничего не хотеть, потому что желание – это тоже наши чувства, эмоции, то ты не знаешь, что делать, когда ты вот такой сухарь с эмоциями, которые у тебя без, как сказать, неосознанно, естественно рождаются, как любовь, симпатия, чувство, тепло. Просто любовь, принятие партнера, да? И ты такой, опа, у меня что-то в сердце есть? А оно что-то испытывает? Вау, а что мне с этим делать? Я, блин, не контролирую это, и мне страшно. Поэтому ему безопасно, не страшно, это контракт, и выйти замуж, как жениться на своей профессии. Вот эти вот все фразочки – это большая трусость, трусость эмоций. Человек просто не знает, что с ними делать. И это такой человек. И вы лишь сейчас убедились, что ничего не изменилось, что это такой человек, и вот, да, констатируйте факты. Да, делаем выводы и принимаем его таким, какой он есть, если никаких перспектив, а вам нужны перспективы, ну, то вы с ним перестаете общаться, вы можете быть друзьями, то есть такую, условно, ставку на него не делайте никакую. Ловить там нечего. Никаких проявлений у него нет. Вы просто тратите время, и если вы невротик, ну, вроде бы это не про вас, вы адекватно все там описываете, немножко далее потерзать эту ранку, попробовать протестировать. Видите, ничего за полтора года не произошло хорошего перемен. Больше мы в это не лезем. А вот невротику, вот эта недоступность, надрыв, эмоция, чувство, да, и просто ему палку огромную, и поковырять в этой болячке, понаслаждаться процессом, вот для невротиков это опасный бой. Вы опасный человек, можно очень много всего начувствовать, наделать, план действия вообще огромное расписать, поле для деятельности широчайное просто, реализация для невротизма, навал. Поэтому, если у вас все в порядке, вы не невротик, живем дальше, складываем потихоньку эту историю в дальний ящик, не мое, мне вот это разгадками заниматься, страданиями, без эмоций, без чувств, не моя история. Мне хочется, чтобы меня любили, чтобы меня испытывали эмоции, чтобы меня радовали, отдавать это в ответ своему партнеру. Я про здоровые отношения, не про вот это вот все. На данном этапе человек, у него, понимаете, нет желания меняться. Сердце его еще не растоплено, оно еще холодное. Когда-нибудь, возможно, это придет. Но самое страшное, знаете, я какой прогноз могу дать? Я очень часто такое вижу у военных различных и таких подобных структур людей. Сердце-то не оттаивает. Страхов становится больше. Страх остаться одному. Страх не оставить свое потомство. И такие военные, женатые на своей работе, они очень часто выходят поздно в брак, в семью создают поздно, потому что они были заняты. У них задания, работа там, какие-то разъезды, командировки, вся история. Некогда им. Но они продолжают продавлять свои эмоции, чувства. И они идут в брак, в семью, рожают детей. Говорят, типа, да, я люблю. Но они не испытывают этих эмоций. Они их всегда продолжают подавлять. И они говорят, да, брак хочу, семью хочу, детей хочу. Но при этом они остаются жесткими, холодными в семье, безэмпатичными, садистическими где-то и так далее. Строгими, холодными. Вот это классика такая, жанра военных семей, да, когда нет чувств эмоций, потому что это страшно, надо контролировать все, и всех вокруг. И это переплетение агрессии, тревожности и страхов. Не про любовь, эмоции, чувства и принятие, а про эти другие качества. В общем, не самый лучший исход может быть. Так что никто не робот. Пока мы живы, либо психически не больны, мы все испытываем эмоции. И чем мы больше будем позволять себе испытывать, чувствовать этих эмоций, проживать их, тем мы более счастливым человеком будем. Что касаемо вас, вот я честно скажу, отпустите просто. Ну реально. Не тратьте время на вот такие перспективы. Ну не готов он к этому. Не готов к чувствам, к любви. Он все еще робот. Ну не ваше. Да приятно, симпатично. Можете продолжать общаться. Просто ставку на него не делайте. Потеряете время, разочаруясь. А, ну вам, блин, надо? Не надо, конечно. Манипуляции каких-то проворачивать с ним тоже не советую. Это не человек, правило, манипуляции. Потому что манипуляции, они за эмоции дергают. За чувство вины, чувство стыда и всякое такое. А у него эмоции заблокированы, вы манипуляции как бы будете кидать. Ну будете просто топтаться на месте. Реакции от него на манипуляции не будет. Потому что он эмоции старается блокировать. И на манипуляции, как правило, не поведется. Эта история не про него. Короче, нет смысла, как ни подойди. Короче, не портите себе жизнь. Найдите эмоционального, доброго, отзывчивого, готового любить, который не боится. Любви, чувств, влюбленности, хороших слов, комплиментов и всего прочего. Я надеюсь, вам понравился мой ответ. Буду удовлетворены остались. В инфобоксе под видео моя почта. Кто хочет так же, как автор письма, присылайте вашу историю. Я зачитаю в эфире, дам какие-то рекомендации или отвечу на ваши вопросы. Кто хочет анонимной, индивидуальной, психологической консультации, тоже на почту пишите. Тема письма, консультации. Я вам вышлю условия. Кто хочет получить 4 видео лекции в лектории по здоровым отношениям, пишите также на почту. Я вам вышлю условия вступления в лектории в закрытом телеграм-канале. Спасибо за ваше внимание, за комментарии. Обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Скоро увидимся. Всем пока.